коллеги всем доброго времени суток сегодня будем делать модели вернее создавать модели и конфигурировать их для entity фреймворка проект называется только факты и перед тем как начать давайте я напомню основные моменты как раз того чего мы и делаем и так если кратко то у меня есть старый сайт который пришло время переписать причем не просто переписать а подписать так сказать публично в присутствии вас чтобы вы знали что это такое с чем это едят использовать новые современные технологии новые подходы новые сборки новые платформы ну и наверное кратко здесь описано что могут пользователи что могут администраторы в общем это есть и в гитхабе давайте приступим базу ну и давайте для начала я вас познакомлю со старой структуры базы данных я потратил немножко времени и собственно говоря без вас поковырялся в этой самой базе данных я увидел две сущности факты и теги они между собой связаны через таблицу связи который называется тег факт ну в общем many-to-many и надо сказать что она была на нити фреймворке 6 это many-to-many работала и с коробкой то есть мне таблицу tfx не пришлось создавать вручную она была создана автоматически ну и собственно асп нет вот эти вот таблицы которые содержат роли пользователей клаймы и в общем то связи роли с пользователями дальше смотрите у нас таблица факт разворачивается буквально в три свойства айди контент и крейтед больше тут ничего нету надо сказать что контент не больше 3000 символов и айди смотрите типа инт надо сказать что теги принцип у них такой же то есть айди нейми крейтед по большому счету здесь тоже ничего особенного нету ключи праймерики мы пока исключаем из ревью так сказать но и надо сказать что нейм то есть название тега не нужно превышать 50 символов и опять идентификатор типа инт причем не просто типа int а еще и автоинкремент ну и в общем таблица связей тут все просто тег айди эффект айди это как раз связь двух таблиц в общем в одном в одной в одной записи факта может быть несколько меток в общем-то и одна и та же метка может быть привязана к разному количеству фактов что дальше в общем то вопрос возникает такой нужно ли мне дальше использовать инт или гвит и я склоняюсь тому что бинт я использовать не буду в общем в этом будет некоторая такая сложность мне нужно не просто перетянуть все факты в новую базу а задать им новый идентификатор который будет типа гвит ну возможно инт я сохраню как-то на время не знаю наверно и смотрите у меня вот есть некоторая табличка да когда плюсы и минусы давайте коротенько остановимся на том почему все-таки гвит это плюс и минусы относительно использования гвит идентификатор и так во первых гвит это универсальный идентификатор причем не только на таблицу но и везде эта таблица это база данных это может быть серверы скелевский например это может быть микросервис который использует общем эта штука на самом деле крутая то есть если у вас несколько баз данных несколько микросервисов несколько серверов или вы делаете какие-то вливания то синхронизацию данных или объединение данных то с интом вы намучаетесь потому что совпадение приводит но в общем кошмарным последствиям я рекомендую гвит в общем это уже во втором пункте написано простота синхронизации но это классно в общем то и разделение данных когда вам нужно разделить таблицы там по разным серверам раскидать или по разным сервисам это тоже классно потому что вам не нужно соблюдать ну наверное я буду уже в какие-то подробности пускать в общем и поверьте что это тоже хорошо и удобно больше того этот гвит можно сгенерировать где угодно как угодно а в общем то это бик-энд может быть или фронт-энд или любой другой сервис сгенерировать гвит то есть задать изначальный идентификатор это в принципе несмотря на то что entity фреймворк берет на себя с функцию генерирован то есть вы можете сделать это собственно и вручную и это тоже большой плюс ну и есть такое понятие как репликация она всегда требует наличия гвит то есть как бы из коробки если вас не будет а вам потребуется реплицировать данные вам придется завести это свойство гвит но и в общем минусы они как бы тоже есть если говорить точно то минусы в четыре раза больше да то есть размер гвита который содержится в базе данных да он больше четыре раза чем если вы вы храните int ну даже если сказать вы будете big int хранить то есть идентификатор до типа big int то это будет ну то есть в два раза больше получается то есть там 8 бит байт вернее ну и в общем еще один большой минус но я его за минусом не считаю это дело привычки это когда вы при разработке из оперируете не цифрками а вот этими большими длинными гудами которые копировать значительно на мой взгляд сложнее хотя опять же дело привычки но и представьте когда вам звонит пользователь службу поддержки у меня гвит и он пытается его зачитать в общем тоже такая не очень лицеприятная картинка но в моем варианте мне никто не будет звонить из поддержка это я сам и есть разработчик я самость поэтому с этим все будет просто но смотрите у нас есть две сущности которые называются тег и факт и я буду еще одну сущность водить в общем эта сущность пришла ко мне с опытом проблема вот в чем когда у вас есть допустим форма обратной связи и вы отправляете с вашего сайта email ну как администратору типа ну вам пришло новое сообщение ну бывает так что не всегда работает почта не всегда доходит сообщение и в общем я буду сделать сущность которую я в предыдущем видео говорила называется месседж в новом я решил назвать его notification потому что это реальная нотификация у них есть способ то есть статус отправки прошу прощения и есть собственно или контент и в общем ну на мой взгляд это самый удобный вариант когда вы все сообщения которые нужно отправлять куда-то там администратор или пользователям и допустим у вас блог там появление нового комментария в общем это все складывается в одну таблицу а потом какой-то сервис при появлении каких-то вот этих записей в этой таблице начинает их отправлять там ну во первых вас тогда не могут заспамить потому что ну допустим есть ли у вас 100 подписчиков его одномоментно отправите 100 сообщений ваш адрес отправщика могут посчитать как спамом в общем бывали мне такие случаи и адрес блокировали и в общем пришлось некоторое время доказать да есть специальные сервисы опять же да конечно их можно использовать но это как бы во первых денежка во вторых все что не денежка то сделано над как это по-русски сказать чтобы не сматериться над балды вот так вот да вот и поэтому самый простой способ просто не отсылать пачками там по 100 тысяч по 100 миллионов сообщений а допустим через промежуток через интервал если в статье например появился комментарий то важно ли вам или нет получите вы его там через 5 минут или через 10 минут а в общем ну все как бы решает конечно же вам сугубо личный подход решения но я вот принял такое решение что буду скидывать все в таблицу нотификации и в общем по времени по таймеру через хостед сервис сервис буду закидывать это все и отправлять и результат отправки буду поменчать отправлено или не отправлено если не отправлено она будет уходить снова в очередь в общем вот таким вот способом ну и в общем то раз и мы будем использовать anti framework пятым я хотел остановиться на некоторых очень важных моментах значимый на мой взгляд на самом деле нововведение в пятом фреймворке в entity фреймворке очень много но первое это многие ко многим это отношение которое было реализовано в entity фреймворк 6 и очень долго но не могло быть или невозможно было урализовать в entity фреймворке core теперь в entity фреймворке пятом это реализовано это очень удобно вам не нужно не потребуется дополнительная таблица связи которую раньше нужно было создавать вручную и настраивать связи теперь это делается автоматом дальше разделенные запросы это очень удобно когда вы формируете запрос и подключаете дополнительные плицы таблицы это могло быть в общем это один большой был запрос и сказывался на производительности теперь вы можете использовать конструкцию as splitted query по-моему она так называется честно говоря не помню но тем не менее запрос разбивается на части в общем это тоже удобно производительности на моем проекте это не скажется но тем не менее это важно знать самое интересное что появилось видение журнала это очень удобная штука и дает дополнительные возможности по диагностике и вот то есть протоколирование да можно посмотреть какой запрос формируется свой то есть формируется прошу вращение можно посмотреть какие сущности в каком статусе находится очень удобно но и еще очень немаловажная вещь часто с ней приходилось бороться это включение то есть фильтрация это когда вы делаете include какой-то сущности а теперь то есть раньше вы include или то есть включали таблицу целиком вам нельзя было ее отфильтровать и в этом то есть после вы как вы включили получили запись можно было отфильтровать либо делать отдельно ну а теперь когда вы делаете include пишите в например post title там или пост ну или там сущность какая-то точка created там какое-то значение то она отфильтруется и уже включится в ваш вывод то есть в результат только уже отфильтрованы это очень штука обалденно классная но гибкое сопоставление сущности я наверно пущу на самом деле это тоже штука хорошая но пока пока мы это не будем затрагивать вот дальше обязательно зависимости один к одному мы тоже это не будем использовать в этом проекте но это тоже важная вещь когда вы раньше создавали какие-то один к одному сущности ну например person и адрес да и всегда адрес мог быть nullable то есть он был необязательным теперь возможность в конфигурации указать что всегда загружать им на адрес то есть когда вы загружаете персом не нужно явно указывает загрузку в общем понимаете да чем и говорю ну и в общем то и скриллайт на самом деле серьезный весомый аргумент в его теперь использование то есть теперь появилось перестроение таблиц раньше этого не было то есть это было очень сложно муторно и в общем сводилась на нет теперь это перестроение таблиц по скриллайт появилась и более подробно можно почитать на сайте microsoft а я поставил ссылочку в описании в общем почитайте ну и параметры сортировки баз данных там на самом деле тоже интересная штука я еще раз повторюсь это не все нововведения я выписал только значимый ну на мой взгляд опять же значимый и просто хотел о них сказать в общем-то упомянув то что многие ко многим мы будем использовать и вот улучшение улучшенные диагностика и протоколирование тоже и инклуды мы будем использовать потому что у нас факты без тегов в общем тяжко в общем неважно давайте теперь приступать к следующему ролику и перед тем как давайте получим данные из гита и кстати в я в описании поместил информацию про купон если вы вдруг захотите стать обладателем этого гид клиента который называется форк то там скидочный талон по моему 15 процентов скидка пожалуйста используйте очень удобная штука надо сказать что он и так достаточно дешевый до относительно россии но других регионах я точно знаю что он подороже будет одну тут еще и 15 процентная скидка в общем рекомендую очень удобная штука и так я воспользовался форком чтобы получить последние изменения собственно грязь своего репозитория давайте еще раз нажму пул вот притянул изменения и в общем какие изменения в основном они касаются документации я поменял так сказать message поменял на notification и в общем везде где-то встречается внес такое изменение да дальше мне вот степан любезно показал как можно использовать вот эту конструкцию вместо вот этой и в общем то я вот таким вот образом обнаружил у себя в проекте как раз эту вот ошибку которая говорит о том что у меня от этой конструкции работать не будет я не особо хочу разбираться почему она работать не будет я просто сейчас это верну обратно и и в общем ну чтобы не терять ваше время и свое я хочу сделать вот таким вот образом так если этот району или raw manager равен ну так что то здесь у меня не так шибэм raw manager вот он и в общем компилируем отлично о чем не подсвечивает непонятно ну ладно давайте создавать сущности и первым делом давайте я первым делом установлю nugget пакет которым я часто пользуюсь которым есть все базовые понятия для сущности называется он callabongo entity framework entities base вот он он и в общем там есть identity там есть createded updateded created by updated by в общем сущности его и сейчас покажу давайте покажу вот я установил и и сейчас уже вот можно создавать новую сущность которая называется факт и я сделаю наследником от auditable вот ту самая сборка который скачал давайте покажу из чего она состоит вы конечно же можете там по-своему все в общем здесь есть тот самый identity у которого есть гуит который айди и этот identity используется в аудит и болгтерус вот еще четыре свойства есть которые в общем то я использую факт то есть у меня теоретически появилось сразу пять новых свойств айди createded updateded created by updated by в общем что мне сюда еще нужен контент ой давайте я буду создавать свойство которое будет типа стринг которое будет называться так я перескочил нечаяненько и контент вот это где будет храниться сам факт что мне еще нужно мне еще нужно в общем из той схемы которую так давайте я открою data grip вот у меня удаленная база данных вот схема чтобы уже вот таким вот образом контент createded есть это добавили контент 3000 так это будет конфигурация это будет чуть позже теперь мне нужно создать новая сущность которая называется тег и в общем я сделаю ее наверно ну вот от айдентити и точно унаследую айдентити вот чтобы был идентификатор а вот когда она создана ну в общем в предыдущей версии когда у меня была использовать createded в общем я и никогда не пользовался а вот факты мне приходилось изменять и информация про время изменения и дата создания этого факта она имеет значение поэтому я тег создам только наследует айдиш айдентити чтобы не айди появился а когда создана в общем не ну не важно и так айди у меня уже есть и осталось только создать свойство которое будет типа string и ну пусть будет name также как и раньше ограничивать его размер будем в настройках и теперь нужно создать как раз свойства связи и это будет айка как он называется collection вот и collection это будет факт и это у меня будут факты которые привязаны к этому метки к этой метке и здесь у меня будет property который будет ай collection соответственно так и это будут метки которые привязаны факту другими словами я создал зависимости мы не туме не то есть многие ко много много фактов могут иметь много тегов и много тегов могут иметь много фактов теперь эту зависимость в принципе не нужно прокидывать через дополнительную колонку через дополнительную сущность которая могла бы называться факта как это было в прошлый раз сейчас она будет создана автоматически но прежде чем она создаться давайте вот здесь создадим папку который замкант фигурейшин нет горейшин с и здесь создадим ну давайте для начала факт модул конфигурейшин в общем модул конфигурейшин это мой личный суффикс я его всегда использую когда конфигурирую сущности потому что когда у вас там 30 40 50 100 тысяч там этих всяких сущностей то написать модул конфигурейшин вы точно знаете что попадете на ту сущность и вообще можно будет искать это удобнее это называемый naming convention очень удобно в общем факт в единственном числе сущность и модул конфигурейшин это как раз конфигурации для сущности я вот конфигурейшин неправильно написал вы как всегда ничего не подсказали конфигурейшин и сделаем ренейм файла вот ну и в общем теперь мне нужно создать вот этот вот аудито был сейчас посмотрим есть или нет аудито был конфигурейшин нету но в общем тогда я сделал так ай н т 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 по моему конфигурейшин да вот и здесь я буду указывать сущность факт и соответственно мне здесь нужно ее про конфигура конфигурировать и так первое что мне нужно указать мне что у меня билдер будет иметь ой тут и балл мне нужно сказать обязательно в какой ты был в какую таблицу положить собственно эту сущность она держать в таблице факт да дальше мне нужно не . запятой дальше мне нужно обязательно указать что у меня есть ну давайте property вот так вот скажем для начала property у меня которая называется эти всех их перечислим их немного контент я делаю таким вот образом я всегда указываю все даже если их не использую или их не нужно каким-то специальным образом конфигурировать просто чтобы увидеть что они у меня есть иди дальше апдейте тет так никто нажал что-то чё там еще есть у нас апдейте бай здесь еще есть по-моему все да да все вот а теперь можно их конфигурировать то есть помимо того что у меня есть а идентификатор я должен билдеру сказать что это у меня хэс индекс хэс кей который соответственно будет айди то есть это у меня идентификатор обычно я делаю вот таким образом контент контент у меня будет определенной длины и я это должен указать хэс макс лэнс ну пусть будет ну там у меня если 3000 и не перескочил я за этот барьер пусть так 3000 и останется и этот контент я сделаю обязательным потому что ну потому что он должен быть обязательным так текст ну давайте пока вниз опущу это у меня свойства но она должна задаваться немножко по-другому давайте про него попозже поговорим created it это время упс это время создания и она у меня будет обязательным created by это тоже у меня обязательное поле из реквайт true и единственное что мне еще сюда нужно добавить хэс макс лэнс ну сколько ну 50 символов наверно будет достаточно апдейт это она у меня в принципе не обязательно но я буду всегда задавать и крейтед это вы смысле время создания время обновления одномоментно сразу по дефолту для всех сущностей которые являются наследниками от аудита был и это даст возможность при потом дальнейшем изменения редактирование сущности мне будет апдейт это всегда заполнено первый раз заполнена даты создания а потом последующая будет всегда изменяться только апдейт это с дата создания не меняется больше никогда это в общем-то были такие моменты когда в общем-то если честно говоря прикрывала мне мой зад да то есть курьезные моменты когда мне пользователь доказывал что ну ладно неважно поехали дальше но и раз у меня апдейт это она тоже небольшое да то есть по размеру должно быть 50 символов и не обязательно я не буду ставить атрибут из реквайд хотя можно поставить из реквайд фоллс ну по умолчанию она как раз работают таким образом что вот так короче ну и в общем что теперь меня нужно создать теги их зависимость итак у меня здесь так хэз насколько я помню хэс мэни тэкс и надо сказать что я имею не только хэс мэни тэкс но которые теги могут иметь хэс мэни факс вы не поверите вот таким вот образом но и теперь еще важная штука смотрите я буду искать по по контенту да ну на может быть не буду вот по меткам я только точно буду искать я имею что нужно или не нужно создавать индексы я посмотрю на производительность системы есть у меня будет медленно работать и создам индексы хотя в принципе можно создать индекс давайте я создам индекс но всяком случае покажу как это делается индекс как вы знаете ускоряет обработку данных это такое грубое да такое вот высказывание и тем не менее чтобы было понятно я скажу что у меня создается специальный такой инфраструктура в искрельной базе данных который позволяет практически моментально искать данные в системе по этому полю и я скажу что и если вы даже не создадите индексы то они создаются автоматически для нет ну для прайма реки и для фареньки и то есть для связей чтобы по ним можно было искать индекс но вот так вот вот выглядит примерно индекс его можно создать уникальным или там какие-то аннотации добавить или еще штуки о кстати хзнэм теперь абсолета да да теперь нужно использовать с датабэйс нейм ну ладно неважно вот я таким образом создал конфигурации для сущности факт а теперь давайте переключимся на кон создание конфигурации ну давайте вот таким вот я хитрым образом сделаю я просто переназову его создам копию потому что там количество полей чуть поменьше но тем не менее они совпадают тега переключаемся так перемена так здесь пишем так и здесь у нас тоже должен быть так теперь у меня здесь есть в общем то ну я вот так вот сделаю по-хитрому здесь у меня есть нэм я его пододвину наверх что мне еще есть больше ничего а идеи нэм и факт ну в общем тогда остальные мне свойства не нужны а вот по нэму ой по нэму я буду точно искать буду создавать индекс и здесь теоретически мне этот колонку уже не нужна потому что у меня связь указана из одной сущности в другую там указано в две стороны то есть у меня тега факты имеют теги теги имеют факты если я ставлю эту связь вот таким образом и немножечко разверну ее то есть хайс мы не факт ups да будет мы не тэкс то empty фрамворк на самом деле достаточно умная система и она может проигнорировать но в предыдущих версиях она выдавала сообщение о том что вам нужно определить какая связь первично какая главнее но я вот удалю ему потом все равно в базе данных проверим нужно ли она или нет и раз теперь у нас сущности законфигурированы айди у нас sky единственно что мне нужно еще здесь поменять вот эту штуку вот на эту штуку вот и теперь у меня есть миграции первичная ну и в общем давайте посмотрим что у нас сейчас есть базе данных в новой вот локальная база данных здесь у нас пока ничего нет теперь нужно вот эти конфигурации подключить это делается вот здесь публикейшн db контексте сделать нужно оверайт кон кон фигур он конфигуринг нет я не помню как называется модул байдер вот он модул креативно здесь нужно указать что я хочу что у меня билдер apply from assembly но здесь нужно видимо name нет мне нужно assembly мне нужно здесь написать type of вот и здесь написать assembly в общем чтобы она взяла мою текущую сборку и взяла все конфигурации от нее в общем у меня вот это вот входит туда и в общем должны примениться все настройки просто создать конфигурации мало надо их еще подключить я их подключил вот теперь можно создать конфигурацию то есть так называемая migration да то есть миграции то есть у меня были какие-то данные вот здесь и теперь я сделаю новые изменения и мне собственно говоря здесь система должна показать и так я здесь пишу add migration я пишу таким образом entity ой entity факт and тег этот вот таким образом так я нажимаю enter сейчас посмотрим что она мне создаст теоретически мы видим все данные по новой сущности так я вот не указал папку ну ладно это не страшно зато у меня будет возможность а нет она все правильно создала и так мы смотрим что у нас появилась так давайте это свернул у нас появилась сущность которая будет создана в таблицу факс у нее будет айди контент 1 300 обязательные так рейс 10 у правильно у меня будет либо у нее будет прайм рекей айди этого и хотел будет создана также таблица текс которая будет айди и нейм и у этой таблицы прайм реке и будет тоже айди отлично это как раз то что я хотел и смотрите я не создавал дополнительную таблицу связи но она естественно появилась потому что системе нужно было как-то связать факты с тегами и вот эта таблица называется факт тег и здесь есть факт айди и тег айди и здесь настроены констрейны которые говорят что к факту привязаны в общем если хотите разбираться с этими строчками почитайте нажмите на паузу скопировать и в общем я не буду с этим разбираться главное что здесь указано что если удаляется какой-то факт то удаляется и все с ним связанные сущности и собственно гря наоборот то есть вот это вот удаление по каскаду когда зависимые сущность удаляется это вот нужно просто иметь ввиду дальше смотрите у нас есть еще индексы которых я говорил то есть создан контент индекс на тег айди это автоматический индекс и на нейм я его создал ну и в общем обратное действие созданию да вот у нас есть такое так сказать об и да он то есть апт и создается надо вот это когда все откатывается но в общем drop table и название таблицы вот вот таким вот образом это все будет работать ну и теперь как вы понимаете мне достаточно нажать апдейт так апдейт тире датабейс я нажимаю enter и моей базе происходит трансформации на самом деле очень быстро то все сработало но видимо из-за того что база небольшие теперь мне нужно просто обновить не работает еще можно сделать вот так ну в общем такое ощущение что у меня ничего не сработало давайте посмотрим куда я подключен так меня терзают смутные сомнения я создал базу которая называется local дебе это неприятненько это как раз одно из тех изменений которые мне пришли на pull request давайте я поменяю строку подключение на мою это у меня local хост запятая 4433 база данных факт и здесь мне нужно упс так говори еще раз вот так вот сделаю мне нужен юзер айди равен с а паспорт соответственно равен ну вот у меня здесь есть секретная запись в моем блокноте его ставлю и теперь и теперь собственно говоря я уже могу измести принести изменение базу данных апдейт датабейс вот теперь заглядываем базу данных смотрим да теперь мне появились таблицы появились связи между ними таблицы связи и в общем то те поля который задавал с теми самыми размерами и в общем я доволен так где у нас тем до 53000 мне кажется получилось ну и следующим этапом давайте так следующим этапом что давайте вернемся к описанию вот на инструкция так нужно создать миграцию возможность переноса данных но здесь немножечко потребуется так сказать креативная нотка да то есть нужно будет создать реквесты в базу данных скопировать может быть какую-то временную таблицу или какие-то файлы я не знаю как на самом деле пока будет выглядеть в общем я вам такой вопрос задаю и пожалуйста ответьте на него если вам интересно это увидеть это один вариант да пожалуйста пишите комментариях если нет я просто перенесу данные может быть покажу ничего на самом деле показывать но мне кажется это неинтересно нужно просто взять из одной базы добавить поля будет и перетянуть в другую чтобы зависимости и связи остались в общем отпишитесь пожалуйста в комментариях если это вам интересно и если нет я тогда сделаю и на следующем уроке ну не уроки наверно да и в следующем видео уже начнем создавать в ю-модулы и настраивать маппинги в общем автомапер на этом наверное я буду заканчивать потому что четко кто уже и так много времени появилось и смысле потратили и появились как бы уже у нас сущности появилась конфигурация она теперь попадает и миграции отработали ну в общем то наверное на этом точно все единственное наверное я еще сделаю вот что я возьму изменения положу их в гид и скажу что это созданы не давайте буду по-русски писать раз уж мы договорились созданы сущности факт и текст давайте текст и да хочу положить и еще хочу создать вот в этом месте и еще хочу создать в этом месте новый тег который позволит отделить одно видео от другого назовем его видео 2 2 ой видео 2 так у меня уже какой-то так есть вот видео 1 будет вот видео 2 и созданы созданы стоп а я же сам не создал еще одну сущность который называется на тификейши так с друзьям поспешил я давайте его создавать и так у нас тогда получается где у нас база данных антити нам нужно еще одну сущность который называется но те но тифи как она и кейшин си шарп и в общем нотификации как раз мне потребуется уже обязательно аудита вам чтобы были не эти свойства потому что мне важно когда она была создана возможно даже важно когда она была изменена есть и конечно была изменена и так у нас уже есть айди и четыре поля апдейт и create мне здесь нужно тогда добавить свойства которое называется но если нотификацию тогда не должно быть саджикт ой ну конечно же нужно быть стринг саджикт дальше свойства мне нужно стринговое поле которое называется контент это как раз текст этого сообщения дальше мне потребуется буревого значения которое будет из то есть комплиты да то есть ком комплиты ну смысле отправлены не отправлено пусть будет так нотификация будет завершена так что еще мне пока мне пока больше наверно ничего не нужно так а нет мне наверное потребуется указать если я буду из идентификации создавать email тогда мне потребуется свойства стринг я назову его адрес фронт и давайте я так вот скопирую напишу адрес ту то есть от кого и кому идет ну например от робота сайта до оси с админа ой смысле до директора сайта в общем-то мне так что еще ну наверное больше ничего не нужно в общем не знаю наверное в будущем если чё-то потребуется я добавлю это на ки-ки-ки-шен тити и теперь осталось создать ее конфигурацию по образу и подобию я скопирую факт потому что они очень похожи и здесь я тоже напишу но ки-ки-ки-шен здесь соответственно мне нужно написать на натифики и шин здесь мне нужно тоже натифики и шин вот таким вот образом здесь опять же я буду повторяться слова натифики и шин и здесь нужно натифики и шин с вот таким вот образом конечно здесь связи никаких не будет и у нас также есть контент есть адрес фронт есть адрес ту еще у нас есть из комплитет и еще есть сабжект и все больше ничего нет ну и теперь соответствии с этим сабжект но пусть будет макс нет с макс где он не понял это индекс господи зачем я так наделал ты контрол в давайте вот так вот сделаю тын 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 упс контрол вывод и да и здесь я напишу х с макс ленк ну длина сообщения ну я думаю 256 символов и из реквайт обязательно контент контент у нас тоже х с макс ленк ну контент ну давайте сколько там ну 8000 я не знаю наверно хотя я не знаю что что мне буду такое отправлять ну допустим к если в работе программе будут ошибки экзепшен и нужно ли их реализовать нет я не буду реализовать мне это не нужно я сделаю чтобы сообщение было тоже 3000 мне в принципе не важно и тоже сделаю чтобы она была обязательна потому что и отправить сообщение пустой глупо дальше у меня будет х с макс ленк ну здесь у нас отправитель до 128 и из реквард тоже обязательно здесь также х с макс ленк 128 хотя не знаю что там за фамилия такая длинная может быть обычно это электрон адрес и вот теперь наверно все нам давайте давайте создадим теперь еще одну миграцию как я так упустил этот момент ну здесь у нас уже давайте я вот здесь напишу но те фи и кей шин антики этот отлично вот у нас миграция здесь что у нас есть так мне наверно нужно добавить сюда еще информацию по полю кто отправил и кому потому что я буду по ним искать на и наверно по сабчик то нужно тоже сделать давайте я создам индексы так что это миграция хорошая но нам не не подойдет я здесь напишу рим мув мигрей шин римов мигрей шин удаляет предыдущую миграцию сейчас у меня с файл с экрана удалиться вот и здесь я сделаю индексы которые в общем то забыл сделать если честно х с индекс и этот индекс у меня будет на адрес from то есть кому я буду отправлять попс и еще мне нужен адрес то я буду по нему тоже искать еще мне есть саджик я буду по нему тоже искать и вы знаете наверное я буду искать еще наверное буду искать по контенту но мало ли да наверно все таки его сделаем но и теперь мне нужно снова накатить миграцию вернее создать так вот она миграция теперь у меня есть индексы отлично и теперь я могу эту миграцию в общем-то накатить я апдейт вот датабейс enter теперь я уже накатываю в правильную базу так отработала смотрим обновляем отлично вот появились нотификации и здесь уже немножко побольше полей и в общем они все правильного размера мне это понравилось хорошо чуть не получилось что не получилось и так теперь я уже точно создаю комит еще видимо один создаем так комментарий нужно написать добавить не давайте панчу по-русски добавлена сущность ноти фикейшн отлично запустили вот у меня два комита такс и давайте я создам так так я не создал не создал ну давайте создадим этот самый так чтобы отделить видео материалы то чтобы видео содержало чтобы можно было найти код который был реализован видео поэтому это видео 2 созданным давайте напишу созданные сущности крей тег вот и теперь я говорю отправить все на сервер отправите теги пуш отлично влетели и давайте проверим что у нас здесь опять появились новые сущности и новые нитки где я нахожусь вот да у нас появилась здесь теперь тег номер 2 вы его скачаете это будут результаты второго видео в общем мне кажется это удобно переключаться и в общем ветки ваем появилась появились сущности это я не туда заглянул да все теперь на месте есть вот теперь я точно завершаю видео и наверно теперь уже точно на этом все всего доброго пишите из комментариев и пишите правильный код а